Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе. В центре внимания. Здравствуйте. У микрофона Бутагосия Рахмеда. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова поговорим о том, что важно. В субботу 21 мая 2016 года в ряде городов Казахстана была предпринята попытка мирных митингов. Поводом стало принятие парламентом Казахстана по праву к закону земли, согласно которым казахстанские земли могут быть отданы иностранцам, в частности китайцам. Тема животрепещущая, но ввиду незрелости гражданского общества в Казахстане, реальных участников митинга было немногим более тысячи человек. Возможно, такая малочисленная попытка проявления гражданской позиции объясняется тем, что власти страны готовились к этим митингам, пожалуй, более активно, чем граждане страны. За пару дней до назначенной даты КНБ, полиция провели аресты гражданских активистов. В Алматы и в Астане полиции были обнаружены так называемые схроны с оружием и деньгами. Кроме того, власти запустили в оборот красивый патриотический ролик, где красной нитью прошла мысль о том, что майданы могут завести страну в хаос войны, как в Сирии и Украине. 21 мая новая площадь Алматы была оцеплена огромным количеством полицейских с дубинками. Сказал, что митинг собиралась провести именно полиция. Всех подозрительных задерживали. До закрытой площади митингующие не дошли, так что основной мирный ход был предпринят на квартал ниже площади, на проспекте Абая. Это была по-настоящему мирная демонстрация, в которой не было ни какой-либо агрессии, ни плакатов с лозунгами. Все могло пройти цивилизованно, ни о какой цветной революции могло быть и речи. По тому же сценарию начались митинги в Атырау, Астане и других городах Казахстана. Однако правоохранительные органы явно получили карт-бланш от Акарды, потому что всех, кто казался подозрительным полицией и ОМОН, хватали, сажали в автозаки и увозили на участки. Среди задержанных было немало журналистов. Главный вывод, который сделал тот самый народ, с которым власти заняли буквально позицию жесткой конфронтации, Казахстан – это полицейское государство, государство, в котором соответствующие государственные органы подавляют и не допускают проявления любого гражданского самосознания и протеста. Я обратилась к известным казахстанским экспертам с вопросами, что мешает развитию гражданского общества в Казахстане, и почему власти не понимают очевидного, полицейские методы только углубляют проблему и придают привлекательность Майданам. Говорит Досм Садпаев, политолог. Мне кажется, что в любой стране должны существовать разные формы протеста в рамках определенного правового поля. Ведь, извините, перед проведением несанкционированных митингов 21 мая были заявки поданы на санкционированные митинги. То есть люди изначально хотели все в рамках легального поля получить разрешение, чтобы выйти, опять же, гарантируя определенный порядок, но им не дали это сделать. Я считаю, что в принципе здесь, в Казахстане, должны быть все возможные формы выражения общественного мнения реализованы, как через те самые комиссии, которые сейчас государство активно создает, пытаясь преодолеться за некоторых активистов, так в том числе и через общение с народом на площадях и на улицах. По сути, это та самая народная демократия, с чего все и началось, да? С создания классических демократических систем. Люди хотят, чтобы их услышали, в первую очередь. Люди хотят видеть, что к ним проявляют определенное уважение. И опять же, как показывает практика, если даже посмотреть на те страны, которые презентировались как демократические, даже во время выборов каждый политик, он идет в народ. Принцип вот этих трех рукопожатий, да, политтехнологический. То есть если хочешь, чтобы тебя выбрали, запомнили, ты должен обязательно три раза соприкоснуться с простым избирателем. Любым способом. Через газету, через митинг, через там еще что-то. Я думаю, что в Казахстане как раз этого не хватает. У нас очень узкий набор способов и возможностей для людей высказаться. У нас очень много потолков и очень много закрытых дверей, через которые люди не могут, скажем так, пробраться туда, к ушам наших чиновников. И поэтому очень часто люди используют тот метод, который считает, привлечет их внимание. Это метод именно через акции протестов, через выступления. И опять же, это я называю косвенный лоббизм. То есть когда люди пытаются использовать те самые средства массовой информации, да, социальные сети, сейчас пытаются создать некий резонанс, чтобы власть наконец-то увидела, что вот она проблема, надо как-то с ней сделать. По сути, апрельские митинги, они к этому и привели же. То есть вначале нужно было провести эти митинги несанкционированные, хотя они тоже подавали изначально заявку, да. Только потом, когда эти митинги прошли, когда было сделано заявление о том, что 21 мая мы можем провести еще митинги, власть тут же что сделала? Вела мораторий на поправки в земельный кодекс, создала земельную комиссию и уволила нескольких министров. Вот она реакция какая пошла, да, от этих первых митингов в конце апреля. То есть получается то, что это работает, но на самом деле это неверный способ для власти реагировать на такие проблемы. То есть пока, получается, люди не соберутся, пока люди не будут, скажем так, что-то требовать, власть не шевелится. На то да и власть, чтобы она реагировала заранее. Говорит Амельжан Кусанов, политик и журналист. Ну, во-первых, я не считаю, что во власти сидят неадекватные люди. Они понимают истинную ситуацию в стране, рост протестных настроений. И они понимают, что вопрос земли всего лишь повод, который наслаивается на множество других нерешенных проблем в социально-экономической сфере, политической жизни. Поэтому я считаю, мое глубочайшее убеждение в том, что они понимают пагубность последствий вот такого полицейского нажима, произвола, закручивания гаек. И я могу сказать такую версию неожиданную. Возможно, это нужно некоторым группам влияния во власти дестабилизировать ситуацию, настроить еще больше людей против существующего режима. Есть такая версия, она имеет право на жизнь. Поэтому я не думаю, что они не понимают. Они все понимают. Наверняка у них есть закрытые исследования, закрытые опросы, закрытые аналитические записки, которые говорят об истинной температуре общества. Так что не нужно себя обманывать и думать, что там сидят люди, которые не понимают пагубность этих действий. Они все знают. В тот субботний день, уже к вечеру, я встретилась с подругой, мы поехали в горы, в район, который в народе называют Шашлычной улицей. Я видела огромное количество дорогих машин, припаркованных у ресторанов. Люди отдыхали, словно ничего не происходило с утра в стране. Такое равнодушие к вашим событиям в стране, с одной стороны, я объясняю тем, что людям есть что терять. Даже тем, кто не обладает таким большим автомобилем. У таких и их большинство есть страх потерять некую стабильность и хоть какую-то работу, которая и гарантирует эту самую стабильность. Вот такой замкнутый круг. Тут невольно вспоминается ироничное замечание Карла Маркса о том, что в революции пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. Но приобретут же они весь мир. Видимо, некий свой мир казахстанцы уже приобрели. С другой стороны, Казахстан относится к тем странам, где между властью и народом существует огромная дистанция. И большая часть народа генетически воспринимает власть, как наиболее важную часть своей жизни, преклоняется перед вышестоящими. Между тем, версия от Амиржана Кусанова вполне себе реальна. Политические элиты и группы осознают, что ничто не вечно под луной. И пора готовить почву для новой эры независимого Казахстана. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы, комментарии или вы желаете поделиться своими проблемами, вы можете позвонить по телефону в Алматы 354-08-45. Вы слышали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была быта гостья Дахметова. Наши сюжеты и статьи вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.iwpr.net, а также на Facebook на нашей странице IWPR Казахстан. Встретимся на этой же волне и снова поговорим о том, что важно.